Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Велена. Сразу подписывайтесь на канал, делайте все дела с колокольчиком. Мы с вами обсуждаем различные мифы о похудении. И предыдущий миф был по поводу блюд с низкой, продуктов с низкой, точнее, с отрицательной калорийностью. Мы с вами разобрали это. А сегодня давайте поговорим на такую тему. Очевидно же, худеют только те люди, которые не едят после шести. Давайте вот разберемся на эту тему, поговорим. И я, честно говоря, согласна. Если человек ест до 18.00, а потом не ест, представьте, допустим, ложится он спать в 9, то с 18.00 до 21.00 проходит примерно 3 часа, ну ладно, в 10.00. И он ложится спать, засыпает, и все как положено. Для его надпочечниковой системы это хорошо, он лег спать сегодня, у него правильно все гормоны выделяются и так далее. Но у нас есть особенность с вами. У нас особенность прям вот, ну не знаю, особенность городского жителя. Мы ложимся спать поздно, потому что все наши увеселения поздние. Вечером показывают интересные какие-то, если, не дай бог, вы смотрите телевизор, там что-то происходит. Просто тупо хочется книгу почитать, потому что утро и день отдан начальнику, а вечер – это ваше время. Очень многие из вас занимаются самообразованием, это тоже ночная жизнь. У меня точно ночная жизнь. Я себе не представляю, как я могу поесть в 18.00, а потом лапу сосать, как медведь, до 24.00. Это нереально. То есть 6 часов голода с 18.00 до 24.00 выдержать потенциально проблематично. Для этого и существуют безопасные перекусы на ночь, и было уже видео на эту тему. Поэтому, если вы ложитесь в 21.22, продолжайте. Если вы ложитесь позже, кушайте, пожалуйста, за 3 часа до отбоя. Если можете, за 4. Но иногда человек вовремя не лег спать, и он съедает все, что было в холодильнике. Почему? Я могу это объяснить. Потому что где-то к 20.00, к 19.00 по вашему местному времени идет пик инсулина. Инсулин – это гормон, который выделяется в кровь, забирает из крови всю глюкозу, засовывает ее по клеточкам, и в крови оказывается очень низкий уровень глюкозы. А это опасно для центральной нервной системы, для головного мозга. Головной мозг начинает трепетать, говорит, как, как, что ж такое? А вдруг сейчас какая-то нагрузка? А у меня нет энергии, а ведь я так люблю глюкозу. Срочно есть, срочно есть. И хозяйка идет осуществлять ночной дожор, трогать свой холодильник и проверять, что там интересного. Кстати, надо в холодильник положить те вещи, которые максимально низкоуглеводные, чтобы у вас не было шанса наесться высокоуглеводными вещами. Если я сейчас о вас говорю, то не должно быть хлеба – это высокоуглеводный продукт питания, не должно быть конфет, не должно быть печенье. Сухофрукты, ну ладно, ну не в большом количестве, а так, чтобы чуть-чуть заморить червячка. Но лучше заморить червячка все-таки водой с клетчаткой. Я понимаю, что это не поэтично звучит, но все-таки. Или возьмите, приготовьте домашний йогурт на классной закваске, в аптеку сходите, купите закваску, найдите нормальное молоко от коровы и сквашивайте. Пусть это будет ваш вечерний такой перекус, если уж вы ложитесь так поздно спать. Почему еще рекомендуют есть последний раз, как можно раньше? Ну потому что есть еще такое понятие – интервальное голодание. Я вообще не по голоданию, я вообще терпеть не могу это слово. В наше время, когда мы живем в эпоху пищевого разнообразия, и вы знаете, если бы предыдущие поколения посмотрели, что мы можем есть, сколько у нас пищи, они бы обзавидовались. Мы первое или второе поколение, которое живет в эпоху пищевого разнообразия. И тут еще голодать, ну как-то странно, да? Но если вы остановили углеводные качели, это отдельная тема, если вы не живете для того, чтобы есть, а едите для того, чтобы жить, то вы, наверное, заметили, что вам хватает двух приемов пищи. Это поздний завтрак и ранний обед-ужин. Ну, возможно, между ними есть еще какой-то перекусик. Иногда лучше включить перекусик, чтобы в вас меньше обеда-ужина влезло. Вот и все. И если между этими событиями, первым приемом пищи и последним на сегодня приемом пищи, примерно 6 часов, то все остальное время вы свободны от этой пищи. Ваш организм занимается другими какими-то аспектами. Например, он перестраивает ткани, он уделяет внимание центральной нервной системе. Ну, в общем, другие процессы, но не бесконечное переваривание пищи. Если вы относитесь к той категории людей, которые постоянно что-то хомячит, слушайте, ну, невозможно постоянно отвлекать какое-то количество сил организма просто на переваривание пищи. Может быть, вы все-таки кушаете, ну, сейчас живете, чтобы есть. Ну, короче говоря, найдите для себя то время, когда вы поели, нормально, хорошо, плотненько поужинали, и уже без отвлечений на какие-то перекусы можете спокойно через некоторое время отойти ко сну. Нельзя поесть и сразу спать. Нельзя поесть и через час спать. Нельзя поесть и через два спать. Пожалуйста, покушайте, и через три часа вы можете, в принципе, ложиться спать. Это важно. Соответственно, если мы говорим сейчас о двухкратном приеме пищи. Допустим, вы в первый раз поели, ну, давайте так, в три дня, а последний раз в девять часов вечера. Ну, слушайте, это много. Сейчас три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все правильно. Это поздно, девять часов вечера? Да, поздно. Но если вы первый раз в три поели, то как раз через шесть часов вы можете совершить последний прием пищи. И это не будет поздно, если вы в двенадцать ляжете спать. Но зачем вам в три? Смещайтесь. Пусть это будет в двенадцать и в шесть. Все зависит от вашего режима жизни на самом деле. И еще. У меня есть большое количество девушек, которые понимают меня прям дословно. Я сказала, бахтина два раза в день есть, значит, я ем два раза в день. И при этом страдаю. Я не знаю, прям, ну, не знаю, ну, в общем, страдаю. А потом все равно срываюсь. Лена, я сорвалась. Девушки, вы первые узнаете, что ваш организм готов вас отпустить на двукратный прием пищи. Это будет после полной остановки углеводных качелей. Это будет после того, как ваше весо-ростовое соотношение достигнет идеального состояния. И это будет после того, как ваша талия станет меньше 80 см. До этих трех моментов я прям запрещаю вам переходить на двукратный прием пищи. Пожалуйста, сначала выплатите все долги организму, а потом, если он захочет, если вы не окончательно расшатали углеводный обмен, он вам позволит перейти на двукратный прием пищи. А пока завтрак, обед и ужин. Желаю вам талия 80 см. Редактор субтитров А.Семкин